Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают На место выехала бригада спасателей пожарных, которые установили, что в доме площадью 60 квадратных метров горит несколько предметов интерьера. Собственник дома 21-летний мужчина в результате пожара получил термические ожоги верхних конечностей второй и третьей степени тяжести. Потушить пожар сотрудникам ГЧС удалось в 5 часов и 51 минуту. Хозяин дома пострадал в попытке самостоятельно справиться с огнем. Каретой скорой медицинской помощи он доставлен в районную больницу и на данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По предварительным данным, которые стали известны после проведения проверок специалистами на месте пожара, причиной возгорания стало несоблюдение правил эксплуатации электроустановок и оборудования. Предположительно, пожар мог быть спровоцирован ночником, который стоял слишком близко к креслу, которое в результате и загорелось. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не забывать о необходимости соблюдения правил техники безопасности и эксплуатации электроприборов. Также пожарные напоминают о том, что перед использованием нужно проверять на исправность все кабели и быть уверенным в том, что розетки, которые вы используете, в надлежащем состоянии. Также для предотвращения пожаров, выходя из дома, отключайте все электроприборы. Кадры были опубликованы в Приднестровском телеграм-канале. Согласно описанию, люди на видео сотрудника так называемого Министерства образования региона, которых вызвали на онлайн-встречу. В какой-то момент в разгар дискуссий вмешивается мужчина с посланием, адресованным властям Тирасполя. Все-таки у нас специфика. Где-то все пропало. Приднестровцы, в очередной раз призываем вас трезво оценить ситуацию, которая сложилась в Приднестровье. Еще не поздно выбрать путь развития Приднестровского региона вместе с Монавией. Так, давайте отключимся и включимся, уважаемые. Давайте. В противном случае, русский мир полностью поглотит Приднестровский народ и его поработит. Участники онлайн-конференции поняли, что виртуальная встреча стала объектом кибератаки. И сразу же вышли из разговора. Это не первый подобный инцидент на левом берегу Днестра. В мае группа украинских хакеров предположительно сорвала онлайн-конференцию так называемого Министерства образования. Затем во время онлайн-трансляции выложили видео с посланием против войны в Украине. Продолжение следует... Это жест поддержки со стороны Республики Молдова в адрес населения соседней страны, которая страдает от вооруженного конфликта в регионе. Для реализации этого проекта, согласно процедуре, Министерство финансов выделит Министерству внутренних дел необходимые финансовые средства, чтобы пополнить государственные резервы материальными товарами в том же объеме, который будет высвобожден и отправлен украинскому народу. Я бы хотел от имени нас всех поблагодарить украинцев и украинок за то, что они обеспечивают мир и в Республике Молдова, и в значительной части всей Европы. В правительстве также отмечают, что из государственных резервов в Украину отправится около 22 тысяч банок свинин и около 41 тысяч банок рыбных консервов. Транспортировку до места назначения обеспечит генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Домбановая Каховка была разрушена российской бомбардировкой в начале июня этого года. В результате была затоплена территория площадью более 2000 квадратных километров. 20 тысяч человек вынужденно покинули свои дома. Около 700 тысяч остались без питьевой воды. Еще одна очень жаркая неделя. Несмотря на то, что лето заканчивается, жара не отступает. Метеорологи объявили новый желткод жары для всей страны. В период с 22 по 28 августа максимальная температура воздуха будет достигать значений плюс 33, плюс 36 градусов по Цельсию. Специалисты предупреждают людей о рисках, которым они подвергаются во время аномальной жары. Во избежание обмороков, солнечных ударов и ожогов рекомендуется не находиться на солнце, носить головные уборы и одежду из светлых тканей. Также рекомендуется употреблять более двух литров воды. В то же время представители экстренных служб призывают граждан во время жары не использовать открытый огонь в зеленых насаждениях во избежание лесных пожаров. КОНЕЦ